Ладно, мы извиняемся, но здесь сегодня нет накладки, поэтому без слайдов обойдемся. Итак, проблема ожирения на сегодняшний день выходит, наверное, на первое место, в связи с тем, что нарушение веса, оно начинается достаточно рано, по современным данным это уже где-то 7 лет, дети имеют лишний вес, и поэтому проблемы, которые возникают, они возникают достаточно рано. Это так называемый метаболический синдром, то есть когда объем талии становится больше объема бедер. И раньше считали, что человек поправляется от того, что он мало двигается и много ест, но на сегодняшний день, в конце 20 века, в начале 21 века, уже медицина вышла на такой достаточно высокий уровень обследования и так далее, и так далее, и доказали, что жировая ткань является нейроиммунно-эндокринной системой, то есть жировая ткань вырабатывает определенные гормоны. И эти гормоны четко совершенно общаются с головным мозгом, потому что в головном мозге есть центр голода, и если у человека объем жировой ткани нарастает, то, как правило, за счет этих активных гормонов, гормонов, ну, лептин в частности, гормон в жировой ткани, это лептин, который, если жировой ткани становится много, просто управление нарушается, и у человека пропадает как бы цистонасыщение, он быстрее может насыщаться. Поскольку это гормональное вещество, то это гормональное вещество имеет высокую биологическую активность. Дальше нашли гормон грелин, который вырабатывается во многих органах и тканях. Он вырабатывается в поджелудочной железе, в желудке, в тонком кишечнике. И когда человек начинает кушать, то тоже он отвечает за усвоение нашей пищи, этот гормон, за кожу, за чувство насыщения, и так далее, и так далее, и так далее. И доказали, что любое ожирение – это прежде всего центральная программа. То есть это не просто человек поел и полежал на диване, и из-за этого поправился. Как раньше считали, элементарное ожирение – ну, это ожирение из-за того, что ты много ешь и мало тратишь калорий. Вот, оказалось, что это все-таки нейроэндокринная патология. А раз это нейроэндокринная патология, и метаболический синдром тоже к этому относится, то любое практически ожирение – это проблема нейроэндокринной системы, нейроэндокринной регуляции. И вот с начала 21 века ожирение уже не просто относится к увеличению массы тела, а в зависимости от распределения жира в нашем организме, в зависимости от мест, где идет большее накопление жира, уже есть такое понятие, ну, дальше уже идет понятие – это эндокринная патология, есть патологическое ожирение, то есть болезни, которые сопровождаются ожирением – это заболевание щитовидной железы, это заболевание ничников, мы предположим, полипистост ничников, есть заболевание надпочечников, но мы с вами все-таки будем иметь больше дела со старым понятием алиментарного ожирения, но на самом деле это нарушение, еще раз подчетку, это нарушение эндокринологическое, нейроэндокринологическое. Вот, и поэтому, вот так как мы раньше относились просто, ну, там на диете посидели, ну, как бы все прошло, здесь уже это не получается. Почему? Потому что, я еще раз подчеркиваю, самое неприятное ожирение – это абдоминальное. Почему? Потому что, если, предположим, у вас к 50 годам сформировалось, что объем талии стал больше объема бедер, а я подчеркивала, что мы будем в основном заниматься ожирением 35+. Ну, 30-35+. То есть это уже ожирение не молодых, там, девочек и мальчиков, а это уже все-таки такой возраст, когда человек прожил 35 лет, начинаются иммунные нарушения, эндокринные нарушения и так далее. Вот, и здесь совершенно другой подход, совершенно другое представление, потому что в этом возрасте уже начинают страдать целые системы, сердечно-сосудистые системы, пищеварительные системы, печень и так далее, почки. То есть на фоне ожирения начинают формироваться болезни старения. То есть нет болезни, есть одна программа старения, которая у нас идет с вами, начиная с 25 лет. Вот, и поэтому так по-разному нужно. И восстанавливать организм, восстанавливать организм. То есть здесь уже не проходит просто там ничего не есть, или что-то повесь потом, опять вернуться к образу жизни. То есть здесь самое главное, не просто снизить вес, а удержать его. И это самое тяжелое. Почему? Потому что пищевые привычки формируются годами, а отказаться от них очень сложно. И еще одна такая, как бы стала выходить тенденция, что стали обращать внимание, что при ожирении очень сложно человеку вот именно поменять пищевое поведение. Да, человек начинает переедать. Сейчас очень много фастуга люди употребляют. Готовые пищи и так далее, и так далее, и так далее. Он понимает, что если он откажется от этой пищи, то он будет себя чувствовать лучше, но он не может от нее отказаться. Понимаете? Вот. И он все больше и больше набирает вес, но ничего с этим делать не может. У него нарастает артериальное давление, начинает солибаться сахар, увеличивается свертывающая система крови, у женщин молодых нарушается менструальный цикл, но заставить человек себя не может бросить. И немцы это даже назвали синдром съесть последний кусок сала. То есть когда мы просто подходим, вот и говорим, знаешь, ты поправился, давай в тигу или нормализовывай вес. А это у него, сейчас люди очень одинокие. И огромные проблемы с этим тоже связаны. Что сидят у компьютеров, общение у компьютеров, все в сетях сидят, двигаться некогда, общаться только через сеть. И стрессы все в основном заедаются. Все в основном заедаются. И вот многие очень сталкивались с тем, что когда человек понимает, что ему нужно привести вес в порядок, у него многие проблемы пройдут, но он не может. И вот эта психология, она на сегодняшний день, наверное, выходит на первое место. Психологически человек не готов расстаться вот с этим образом жизни. Но мы должны знать, что у женщин норма жира в организме должна быть равняться 20-25%. У мужчин 20% нам внушают, что жир это очень вредно, нельзя иметь лишний вес там, и так далее, и так далее, и так далее. Но я еще раз подчеркну, что мы будем как бы в основном акцент делать на людей, которые старше 30 лет. И здесь уже люди рожали, женщины рожали. Есть какие-то нарушения обменных процессов. И поэтому все резко делать ни в коем случае нельзя, потому что все уже за эту жизнь, за 30 лет пересидели 10 раз на этой диетах. Но ничего не спасает. Эти диеты не работают. То есть, тем, что человек с них уходит, а женщины очень часто впадают просто в депрессию на фоне определенного питания. Поэтому наша с вами задача на сегодняшний день не просто нормализовать вес, а объяснить людям, как это правильно делать. Как это правильно делать? Ну, конечно же, это образ жизни. Начать надо с него. Начать с программы Детокс. Вот то, что я вам давала. Почему? Потому что на сегодняшний день, когда человек, даже он не может не переедать, он просто съедает кусок колбасы, кусок сыра, ну, кажется, привычная пища. Но получается этим огромное количество жиров, соли и тех химических веществ, о которых мы даже не догадываемся. И сейчас считают, что организм не может выводить так быстро токсины из организма, как бы мы хотели. И вот он в жировую ткань начинает откладывать эти токсины. И у некоторых формируется ожирение просто из-за того, что эти токсины все запрятаны организмом в жировую ткань, чтобы просто не умереть от этих токсинов, от интоксикации. Дальше. Когда человек начинает поправляться, на каждые 5 килограммов жира формируется 3 метра дополнительных сосудов. Идет огромная нагрузка на сердце. И, как правило, если человек, у меня были пациенты рост метр 50, вес 150, пока ты молод, пока у тебя здоровое сердце, ты хорошо бегаешь. А жир он легкий, он не тяжелый. Но когда сердце подсаживается, то этот весь жир превращается просто в кусок воды, подождена льда. Вот они не могут ни спать, ни сидеть, ничего. То есть вот это все давит. Поэтому, конечно, когда ожирение равняется там плюс 40, 50, 60 килограмм, это уже, конечно, патологическое ожирение. И здесь человека просто нужно спасать, чтобы у него завелась сердечно-сосудистая патология. Затем, когда человек поправляется, лишний жир, если вот человеку сделать, особенно абдоминальный, если сделать котел, то у него все внутренние ткани, будут вот печень, поджелудочная железа, почки, кишечник, он будет весь в этом жиру. И вот этот жир очень тяжело убирать из организма. Очень тяжело. Все худеет. Лицо худеет, ноги худеют, руки худеют, живот не худеют. Вот. Поэтому это тоже проблема. Храп, апноэ, храп, что такое это? Апноэ. Страдают ноги, страдает лимфатический отток, ноги отекают. Вот. И поэтому это целая, понимаете, такая программа разгрузки организма оттоксинов. И мы с вами уже про это говорили, что у нас есть с вами реликтум, у нас есть с вами салитум, у нас есть ангел и, конечно, два препарата, сердце и сосуды, которые нам будут помогать выводить токсины из организма. Печень будет в этом участвовать, почки. Что еще очень важно, это не голодать. Ни в коем случае нельзя голодать. То есть, когда вы кушаете понемножку три основных приема пищи, там, это мы поговорим про продукты попозже, но самое главное, когда человек каждые два часа перекусывает немножко, ну, там огурчик съел, помидорчик съел, там, яблочко съел, то вы кормите не жировую ткань, а клетку. Когда вы делаете перерыв в еде более трех-четырех часов, и вы начинаете есть, вы не можете остановить, у вас много инфилина, у вас центр голода говорит о том, мы хотим есть, клетки все хотят, говорят, мы хотим есть, и вы тогда нарушаете, вы тогда переедаете, вот, и, соответственно, вы уже кормите жировую ткань, а не клетки свои, глюкозу, предположим, да, вот, то есть, это целый комплекс, но сегодня я хочу остановиться на таком, ну, достаточно новом, как бы, отношении к этой проблеме, это, как питание влияет на биохимию мозга, вот, я говорила, что людей невозможно оторвать от пищи, но они понимают, что им нужно нормализовывать вес, я думаю, что вы все не раз это делали, но не получается, человек срывается, к чему это происходит, и вот, на сегодняшний день, мне кажется, эта программа, она просто, не просто нормализация веса, а нам, с нее надо начинать любую программу, то есть, сначала надо менять биохимию мозга, для того, чтобы запустить, значит, нормализацию веса, сердечно-сосудистую программу, профилактика заболеваний печени, почки, ну, любого, органа и ткани, ну, конечно, надо начинать с мозга, вот, потому что, пища, пища, может быть, как полезная, так и вредная, и вот, изучая влияние жирной, сладкой пищи, на организм человека, конечно, начинали с животных, оказалось, что, если мышей кормить два раза в неделю, ну, всей нашей самой сладкой жирной пищи, фастфудом, хамбургерами, чизбургерами, кока-кока, давайте им кока-колу пить, не все, там у нас еще попкорн, ну, вот это все, чипсы, если два раза в неделю, мыши не поправлялись, если мышей кормить каждый день этим питанием, они просто отказывались есть даже под угрозой смерти здоровую пищу, они готовы бы утерпеть все, что угодно, но только, чтобы им давали сладкую жирную пищу, и они поправлялись, у них развивался метаболический синдром, и от этой пищи их было очень сложно отключить, оказывается, когда мы с вами едим, углеводы высвобождаются в огромном количестве серотомин, когда мы с вами едим жирную пищу, ну, я не имею ввиду 30 грамм жира в день, это нормально совершенно, но когда мы с вами переедаем, мы съедаем предположим, не 30 грамм, а 60-90, посчитано, что сейчас человек в среднем, который хоть раз в день заходит в фастфуд, он практически за один раз съедает куточную дозу килокалорий, вот, ну, и, соответственно, жиров тоже переедает, вот, там все зажаренное в масле и так далее, в панировке еще, вот, и это вырабатывается на жизнью пищу, огромное количество водопамина, это два вещества в головном мозге, которые отвечают за чувство удовольства и приравниваются по своей эффективности к наркотикам, наркотикам, то есть, когда человек колется, или там, единая, как они-то, принимают экстази, то у него такой же идет эффект по выработке серотонина, когда человек принимает чипсы, бекон или там еще какие-то продукты, у него огромное количество допамина выбрасывается, но то же самое, если вы кофеин или никотин или коколин, вот, понимаете, вот одинаково, но пищевая зависимость, она даже бывает иногда активнее, чем наркотическая, и тем самым, когда мы за дня в день это едим, поправляемся, вот почему я говорю, что человек не может просто отказаться от этой пищи, потому что он за несколько лет или за долгие годы нарушил себе биохимию мозга и вызвал пищевую зависимость, и что получается, если он начинает там каждый день есть по Чизбурге, то мозг требует увеличить эту дозу и начать кайфом он начинает есть сладкие вещи, особенно легко усваиваемые углеводы, там, патиколы, кока-колы, сотен вот этих пакетов, карамели, что народ еще ест, ну, вот это вот все, вот то, что нельзя, вот, у него то же самое, у него вырабатываются гормоны, он испытывает кайф, но каждый раз для того, чтобы испытать это чувство удовлетворения, он должен дозу увеличивать, вот почему нарастает ожирение, и доказали, что, чтобы восстановить биохимию мозга, для того, чтобы запустить процесс спять, нужно 28 дней, нужно 28 дней, чтобы человек полностью перестроил свою биохимию мозга, и у него не было такой потребности вот в этих жирных продуктах, жирных и сладких продуктах, но сразу это сделать, к сожалению, нельзя, сначала запускается программа детокса, это самая главная программа, которая будет выводить вот эти все токсины и помогать постепенно перестраивать биохимию мозга, надо 2 недели, чтобы постепенно начать перестраивать биохимию мозга, детокс, я просто повторюсь, если мы с вами начинаем принимать реликтум, если мы с вами начинаем принимать салютом, ангел, что происходит? Детоксикация происходит постоянно у нас в организме, как только мы перестаем есть вредные продукты, тяжелые продукты, значит, сладкой, жирной пищи, твердой пищи, консервы, что это получается, идет переспределение энергии в организме и организм вот эту высвобождающуюся энергию, которую он не затрачивает на переваривание пищи, он запускает на процесс адвоксикации. Через 8 часов, как вы поели, ну, любой пищи, любой, не только жирный, сладкий и так далее, у нас включается специальный сигнал и начинается процесс детоксикации. И 4 часа происходит, в течение 4 часов происходит глубокое очищение всего организма. И в утро мы считаемся стерильными, у нас все токсины и все, 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 находятся в столхе в кишечнике. В этот момент у нас нормализуется кислотность, у нас восстанавливается микрофлора кишечника. Поддержка печени, самое главное запустить детокс в печени. Он происходит в 2 фазы, как я вам говорил, меняется структура токсина он переходит в водорастворимую форму. И вторая фаза это когда этот водорастворимый токсин удаляется из нашего организма. Когда мы с вами принимаем реликтум, он не работает у нас, вот вы выпили, и сколько вы думаете у вас работают эти полустаканы, они работают 6-8 часов. Поэтому если вы реликтум выпьете на ночь, то у вас через 8 часов запустится программа детоксикации и активно реликтум будет помогать выводить вот эти токсины из организма. То есть первое, что это конечно программа детоксикации. Вот. И затем это уже как только у вас начнут выходить токсины, как только у вас начнет нормализовываться обмен веществ, у вас это будет нормализация аппетита. Нормализация аппетита и самое главное в течение двух недель тоже будут нормализовываться центры в головном мозге. В центре в головном мозге и человек не будет себя чувствовать, ну как бы у него не будет депрессии, у него не будет усталости, слабости. Почему? Потому что если вы сегодня ели как обычно, а на следующий день вы начнете есть листик салата, ну условно салат с куриной грудкой, то что произойдет? У вас мозг не получит допамины серотомин из пищи, а сам он ленится, у нас вообще очень ленивый организм, вообще очень ленивый, он не любит ничего делать. Вы знаете, что когда мы с вами переедаем жиры, что они сразу откладываются в жир, печень даже не задумывается. Углеводы откладываются в жир только после того, если вы съедите более 500 грамм сладкого за раз, вот если вы выпили пол-литра сока за раз, то печень возможно откладывает это в жир, но почему сладкое даже хуже, чем жирное, потому что оказывается, когда мы выпиваем быстрые углеводы, то есть это токи, это сладкие воды, то печень начинает выбрасывать огромное количество триглицеридов, это жирная такая фракция холестерина, и для того, чтобы как бы вот эти все углеводы покрыть жирной оболочкой и затащить их в печень и начать процесс усвоения. Так вот на сегодняшний день атеросклероз связывают и вообще вот эти все болезни старения сосудов связывают не только жирной пищей, когда человек поедает, но самым главным со сладкой пищей, а с пищей самым неправильным это облегченные жиры. Вот, поэтому когда мы с вами убираем максимально неправильные вот эти быстрые углеводы и тяжелые жиры, ну, фастфуд в основном, фастфуд, колбасные изделия, копчености, консервы, готовые пищи, ну, вот это вот все, то мы восстанавливаем и жировой обмен, вот, и углеводный обмен, но самое главное, нездоровый рацион, вот, в результате всего этого, когда все это изучили, нельзя просто считать признаком слабой воли, то есть, как говорят, вот у тебя нету силы воли, поэтому ты не можешь сидеть на диете, а он не может сидеть на диете, потому что у человека настолько нарушена биохимия мозга, у него голова после того, как он не поел вот жирненького и слабенького, ему просто жить не хочется, у него просто вот депрессия, женщины просто, ну, я не знаю, мужчины так получше, а женщины просто злитыми становятся, и начинают на всех, понимаете, портится настроение, апатия, и так далее, и так далее, и так далее, и поэтому сейчас относятся к пищевой зависимости, как нейробиологической основе, то есть в пищевой зависимости есть зависимость именно мозга, вот, нейробиологическая основа, вот ее выявили, и поэтому пересматривается взгляд вообще на эту программу нормализации веса, вот, и поэтому эти люди должны вообще в любую программу входить, особенно человек, который решил, да, я решил нормализовать свой вес, он мне мешает, там, положим, или я себя хуже стал чувствовать, потому что, конечно, лишний вес это нагрузка на сосуды, на сердце, но еще и на суставы, если человек имеет 30-40 килограмм лишнего веса, то на суставы, припалом, когда мы стоим, на тазобедренный сустав, это 750 уже килограмм веса, давит, на коленные суставы 300, вот, на голеностопные суставы, там, немножко поменьше, 150, но представляете, какая нагрузка на суставы, почему люди начинают они болеть, потому что колоссальная нагрузка идет на опорно-двигательный аппарат, поэтому, когда мы начинаем входить в эту программу, нормализации веса, здесь речь идет не только о нормализации биохимии мозга и восстановлении функций, но здесь еще, конечно, нужно думать и о своем здоровье в целом, чтобы нормализовывать вес не для того, чтобы платье, красивый обид, а для того, чтобы восстановить функции всех внутренних органов и суставов. Сейчас огромная проблема с суставами. И таким образом, если вы выдерживаете две недели правильного питания, то у вас что происходит? Мозг поймет, что вы его перестали кормить жирной, сладкой пищей. Мы постепенно это все убираемся, это я вам в пятницу расскажу, эту всю программу в пятницу расскажу по психосоматике и по питанию. И за две недели происходит восстановление мозговых центров. То есть мозг начинает, как мы говорим, растормазываться и сам синтезировать серотонин и допамины. Человек становится лучше, у него повышается настроение, поэтому, когда мы проводим программу детоксу и вдруг вам захотелось съесть кусочек колбаски, как я говорю, пожевать и выплюнуть, ну не важно, вам захотелось какой-то съесть токсинчик, съешьте. Почему? Потому что мозг просит токсина, чтобы выработать серотонин с допамином. Сладенького съешьте. Немножко только, не надо там шесть раз в день это есть, съешьте один раз. Вот чувствуете потребность, съешьте, ничего страшного такого не будет. Вот почему неэффективно большинство диет. Потому что все диеты начинаются сразу, резко, без психологической подготовки, без всего, без учета в основном особенностей есть, вы поправились с того, чтобы вы много ели. Но некоторые худышки едят больше, чем полные люди и поправляются. Вот. А некоторые полные едят очень мало, но набирают вес. Понимаете? Поэтому здесь вот эта нестыковочка идет постоянно. И поэтому большинство диет у нас нам просто внушают. У вас есть сила воли, и вы за счет своей силы воли, вы человек, который может побороть себя, и вы за счет своей силы воли победите все равно, и вы все равно похудеете. Но это будет очень недолго. Это будет очень недолго, очень много срывов происходит, и человек возвращается к тому же ветру. Почему? Потому что изучено, что для того, чтобы поменять пищевую привычку, 28 дней надо, чтобы только мозг восстановился. Но самое главное, чем медленнее худеешь или нормализуешь вес, тем медленнее он восстанавливается. Но самое главное, надо изменить сознание. Как только человек начинает собой заниматься и нормализовывать свой вес, происходит психологическая поддержка, то тогда он уже замечен. Если в течение 6 месяцев человек убирает где-то 10-15 килограмм, то он убирает 10-15 килограмм не мышечной массы, в основном быстро худеет, нормализовывает вес, он теряет жидкость и мышечную массу. Жировая масса как правило очень медленно уходит, потому что это надо восстановить обмен веществ. Каждым годом после 30 лет у нас обмен веществ падает на 5% в год. Опять активность обмена веществ падает на 5%. После 50 лет на 10% падает обмен веществ. Поэтому как говорится мы поправляемся уже не от котлет, а от лет. Это тоже надо учитывать. Понимаете почему я все говорю надо начинать с программы подготавливать свои внутренние органы, улучшать кровообращение. Тогда момент когда будете правильно питаться когда вы начнете правильно питаться и восстановите функцию морда то у вас печень и почки и все токсины будут выходить жировая ткань будет разрушаться все токсины будут попадать в нашу кровь и печень с почками должна все это выводить чем больше вес тем как бы больше токсинов будет попадать в кровь поэтому к этому моменту печень почки сердечно-сосудистая система все должны работать идеально для того чтобы не перегрузить организм токсинами чтобы вы себя тоже не начали плохо чувствовать понимаете поэтому здесь почему я так заранее ничего не хочу говорить по программе а просто хочу чтобы вы настроились и поняли что чем хороша эта программа по нормализации по нормализации мозга тем что с нее можно начинать любую программу просто любую вот любую любую нормализацию желудочно-кишечного кратко с детокса и с правильного питания любую понимаете потому что если человек уже подсчитан немною где съедает женщина не более полутора тысяч калорий а мужчина не более двух тысяч он живет больше 100 лет если он съедает более трех с половиной тысяч калорий он живет всего 60 лет уже все посчитали потому что клетки они тоже обладают энергетикой и они не могут быть отстаривать наши калории понимаете вот поэтому для нас для нашей компании вообще все кто с нами работает я считаю что эта программа такой толчок даст и понимание то что происходит но самое главное это будет очень эффективно сказываться на всех остальных программах и когда у нас появятся еще другие продукты потому что сейчас мы начнем детокс а потом постепенно каждый для себя будет решать как он будет в эту программу входить не будет в эту программу кому-то там килограмм надо убрать кому-то два то есть все мы разные понимаете вот но значит восстанавливая восстанавливая свою биохимию мозга мы таким образом с вами мы таким образом с вами будем восстанавливать весь организм в целом и самое главное когда у нас придет программа это достаточно быстро я думаю будет в течение двух недель придет программа следующая для именно для улучшения мозговой деятельности продукты будет женская и мужская программа то есть когда мы уже точно это я вам скажу в пятницу когда мы уже точно почему я говорю плюс 35 женщинам обязательно для при нормализации веса нужно поддерживать яичники потому что когда женщины долго не часто находятся на вот на этих предметах особенно голодных то происходит ранее старение яичников или у женщин есть склонность к раннему старению яичников или у женщин есть уже дисфункции яичников просто так без поддержки яичников нельзя нельзя тоже начинать никакие диеты иначе вы можете просто заработать ранний климакс потому что все взаимосвязано в организме мужчины у них если полные у них у всех кестостерон снижен вы можете проверить мужчины у кого я вам покажу в пятницу эти слайды которые мы просто не смогли показать по техническим причинам вот у них у всех снижен кестостерон все мужчины с кивными животиками у них у всех снижен кестостерон поэтому когда они начнут сами захотят начать программу детокс то соответственно они будут улучшать свои функции печени а у мужчин в полтора раза быстрее амин веществ чем у женщин и за счет этого мужчины легче теряют вес легче теряют вес и все программы по нормализации веса у мужчины будет только на хорошем тестостероне поэтому у нас будет специальная мужская программа это печень семьяки и подстательная железа и вот все вместе понимаете мы с вами что этой программы достигнут нормализуют биохимию мозга мы с вами у нас будут продукты которые нам будут помогать действительно нормализуют биохимию мозга вы просто будете кшипать в нос эти препараты и у вас будет восстанавливаться нейроиммунно-эндокринная регуляция гипофиза гипоталамуса и так далее то есть ковидной железы где вырабатывается мелатонин у нас на периферии мы будем поддерживать с вами печень почки поджелудочную кому надо у кого разбился на фоне инсулиновой недостаточности инсулинорезистентности при ожирении когда объем талии становится больше объема бедер мы будем поддерживать поджелудочную железу сахар сам начнет нормализовываться и плюс конечно мы будем поддерживать яичники для того чтобы не наступил особенно молодой женщин после 30-35 лет не вызвать дистанции и ранее старинных поэтому это вот целый комплекс это вот сегодня только такая вступительная часть потому что это настолько серьезный вопрос это он касается практически каждого человека вот и поэтому нужно вот эту программу знаете вот тоже вы подумайте я понимаю с информацией нужно переспать может быть вообще первый раз слышат о биохимии мозга вот и что произойдет значит как только у нас за 28 дней с вами сбалансируется биохимия мозга мы будем мозг уже не будет требовать токсинов мы будем с вами кушать здоровую пищу и самое главное второй этап первый первый второй должны параллельно с этим идти это полнотровная жизнь ну что за полнотровная жизнь в наше время конечно вы все уже давно находитесь вот в таких программах именно программа сетевого маркетинга и это очень хочется заниматься хочется помогать людям и я вообще считаю что я 20 лет тоже общаюсь и как раз читаю лекции и я хочу сказать активных людей я не встречала активных людей я не встречала то есть у вас столько энергии жизни вот и вы так это прекрасно доносите до всех окружающих что с помощью этой программы просто вот будет совершенно другой стимул и спец к работе и вообще интереса потому что это действительно когда одно дело врач рассказывает а другое вы сами рассказываете еще на себе все это покажете что у вас там за 5-6 месяцев произойдет какие изменения из кожи и совсем и совсем потому что потом на реликтами вот я его пью 8 месяцев вы знаете действительно меняется кожа сначала организм там все это выводит в общем-то чистит клетки и так далее и так далее наполняет организм витаминами и микроэлементами прям чутушка все это происходит через 6-8 месяцев вот сейчас я его пью не насморка ничего не болеешь носишься целый день поэтому вот это все еще раз нам придаст энергии и когда мозг сыт что это значит у вас хорошее самочувствие или хорошее самочувствие не надо никаких сладостей никакого жира никакого крахмала все нужное поступило из нужных источников ваша зависимость проходит тяга к здоровой пище у вас тяга только к здоровой пище и вес отрегулируется сам вот чем это хороша программа у кого-то будет уходить килограмм месяц у кого-то 10 килограмм будет уходить месяц и так далее ваш организм будет это все регулировать сам и с помощью вас конечно и таким образом эта программа позволит вам не только нормализовать вес но и восстановить свое здоровье понимаете вот это самое главное потому что когда люди резко неправильно начинают сбрасывать вес они теряют и нервные клетки и мышечные станки и клетки сердца и клетки почек и клетки внутренних органов и никто об этом не говорит особенно мы все это с вами будем учиться поддерживать и сохранять активно работающие органы вот мне эта тема безумно нравится потому что я очень много этим занималась я вам постараюсь в следующий раз не получится показать свою фотографию 6 лет тому назад но я вам хочу сказать что я постепенно вот с помощью тоже психокоррекции убрала почти 40 килограмм веса я знаю что это такое и в общем-то программа прошла хорошо я считаю вот я продолжаю контролировать свой вес вот это самое сложное вот эта вторая часть поверьте она самая сложная потому что вот это вот домашние домашние привычки немцы посчитали что человеку для нормализации вот привычек домашних которые закладываются с детства нужно 40 лет понимаете чтобы изменить семейные привычки питания это очень важно потому что мы все получаем воспитание в семье привычки пищеваритель пищевые мы тоже получаем в семье и поэтому вот это тяга здоровой пищи и то что вес отрегулируется сам это наверное самое главное не только вес поверьте мне все отрегулируется само вот это нужно привыкать потому что только наши организмы только ваши клетки только ваши органы лечат вас поверьте они только этим занимаются вот им надо только помогать доносить информацию доносить некоторые вещи витамины микроэлементы и организм их делает сам самое главное не мешать вот и поэтому мы с вами значит в пятницу будем что делать мы будем изучать что такое мысли ловушки и мысли продукты и вот очень многие вы увидите ну я вот когда это все изучала действительно вот это подсознание которое нам постоянно все подсказывает и наше поведение очень много зависит от этого как мы примем эту программу или не примем эту программу будем мы не будем выполнять вот эта мотивация как сейчас любят говорить вот эта мотивация она сидит внутри каждого причем это мотивация на все понимаете и на жизнь и на работу на все на все на все вот поэтому в пятницу мы обязательно про это поговорим ну сначала я как обещала вам покажу вот эти слайды очень интересные по ожирению вот еще раз мы поговорим о не вкратце уже о нормализации биохимии мозга и перейдем к этой самой главной части потому что ну вот я вам даже могу дать такое как бы домашнее задание до пятницы значит нельзя взвешиваться нельзя измеряться это все некоторые люди очень сильно подавляет как только говоришь что он каждый день взвешивается каждый день измеряться у них просто вот желание отпадает у некоторых сразу поэтому всем советую достать свои фотографии 20-25 летней давности где вы себе очень нравится достать вещи в которые вы не можете влезть вот и таким образом и сейчас я отвечу на вопросы значит и таким образом уже начать себя мотивировать очень хорошо помогает мотивация это отпустить все какие-то обиды печали какие-то неприятности которые у вас были в течение и в вашей всей жизни причем эти обиды нужно вспоминать с самого раннего возраста лучше записывать вот и целый день ходить мы сейчас понимаем там вторник рабочая неделя но это можно все сделать на выходных ходить и записывать предположим всю субботу а в воскресенье вечером все это сжечь и смыть ну просто смыть водой вот в туалете и таким образом нужно отпустить понимаете потому что очень многие проблемы в организме связаны с неотпущенными обидами но яркий самый пример это бронхиальная астма это всякие нейродермиты это псориазы и многие многие заболевания к сожалению потому что вот эти все неотпущенные обиды они резонируют у нас в организме резонируют на уровне подсознания вот когда человек это все отпускает желая всем добра любви уходит этот резонанс из вашего организма легче легче просто будет все это дело решить вот поэтому это вот не хотелось мне читать просто презентацию по ожирению говорит что мне жирно мне жирно ласково там еще все не ешьте нет запомните что ожирение это нейроэндокринные заболевания связанные с тем что жировая ткань вырабатывает гормон который нарушает насыщение чем больше у нас жировой ткани тем больше этого гормона вырабатывается тем меньше мы насыщаемся и вторая фаза это привыкание мозга к этой пище которая на которую на сладкую вырабатывается серопамин на жирную допамин и это практически приравнивается сейчас к наркотической зависимости потому что на наркотике легче перейти с этой жирной сладкой пищи но для того чтобы восстановить функцию мозга восстановить мозговых центров чтобы начать отвыкать от этих вредных продуктов надо не менее 28 дней и конечно же психокоррекция о котором я вам расскажу в пятницу психокоррекция и правильное питание как видео будет не поняла чем отличаются наши препараты чего отличаются не поняла лор не капают а лор брызгивают вновь сначала одну на злю закрываете потом брызгиваете потом вторую так же сколько раз надо капать пока не пройдет что у вас там не знаю меньше 7 дней если у вас какой-то острый или у вас какое-то хроническое заболевание трудно ответить на ваш вопрос значит вот как раз значит если горло вы вот так делаете нос вставляете и на вдохе распыляете на вдохе распыляете потому что не нужно рот сильно открывать надо нос закрыть и чтобы на вдохе себя вот это вот оно все равно долетит куда ему нужно болячка вставить в носу значит вы просто можете взять делать туруночку как я говорила и лор накапать туруночку вставить и вот так подержать не знаю в какой ноздре прямо на эту болячку просто подержать если у вас есть матриц реликтум то вы можете тоже делать туруночку несколько раз сначала там одну гитрун доставать вставлять матриц реликтум а затем уже матриц лор потому что болячка это всегда нарушение целостности слизистой носа вот поэтому близко сосуды но у нас здесь вообще сосуды нам здесь бояться нечего мы когда вы будете наносить лоры и реликтум то у вас это просто болячка но она как бы начнет уменьшаться и не надо только ничего сдирать вот потом она сама свалится просто нужно это делать 2-3 раза в день при нарушении веса вот я сказала программа детокс это реликтум покупаете реликтум разбавляете его в 5 литрах воды и начинаете принимать там четверть стакана 2-3 раза в день перед едой можно перед завтраком обедом а последний полстакана прям на ночь через 2 часа после еды реликтум великолепно совершенно выводит токсины тяжелые металлы он помогает бороться с аппетитом и самое главное из организма выводит лишний холестерин жирные кислоты и так далее все что у вас есть лишнего он выводит второй продукт это у нас матрикс салютом матрикс салютом это вы начинаете буквально там есть у нас методички там написано что матрикс салютом там есть целая таблица по матриксу салютом и первый день можно начать по 2,5 грамма но это вот мало это совсем прям чайные ложечки чуть-чуть вот что он делает он во-первых имеет энергоинформационную основу здоровых клеток и таким образом вы запускаете как бы диагност с одной стороны где у вас какие проблемы почему нельзя матрикс салютом много сразу там столовую ложку или еще что-то потому что это энергоинформационный продукт вот чтобы не повысилось давление чтобы как-то вы себя не так почувствовали он действительно работает если вы в нос пшикаете помогает глаза закапываете помогает то уж поверьте мне во внутрь то же самое произойдет значит матрикс салютом начнут активировать обменные процессы которые у нас происходят особенно печень печень вот и матрикс ангел знаете прекрасный продукт вы его можете разводить предположим берете бутылку где-то миллилитров 200-300 воды хорошей только туда 5-10 капель капаете матриц ангел и пейте в течение дня но только не пейте а под язык вот хочется пить и вы возьмете и пол там полглоточка под языком рассосете он тоже там входит специальная вытяжка из лиственницы даурской вот и он обладает как раз мощным детоксом то есть вся гадость которую будет вытаскивать реликту матрикс ангел будет тоже помогать дополнительно выводить наружу но вы его можете растворять вот еще раз повторить там на 200-300 миллилитров воды 5-10 капель и в течение дня под язык брать и проглатывать очень хорошо вот и конечно же кому уже там за 40 или большой вес я еще раз повторяю это 35-40 килограмм то этим людям обязательно нужно на матрикс кардио и матрикс коронар то есть сердце и сосуды можете по 5 капель 3 раза можете если несколько 10 капель с утра 10 капель с утра сосудов и 10 капель сердца это тоже для того чтобы поймите наши препараты не просто там сокращение сердца увеличивают не просто там сосуды расширяют матрикс кардио что он делает он метаболические процессы восстанавливает миокардио при ожирении при нарушении менструального цикла при любом вообще диск как мы говорим все это отражается на сердце и поэтому если мы правильно все хотим сделать то сердце и сосуды у нас всегда должны быть идеальными всегда вот у нас сейчас в Москве тоже люди принимают эти продукты но вот 3-4-5-6 дней уже начинают чувствовать что и сосуды особенно вот у кого есть синдром усталость сосудов у кого есть отеки вечером это все венозные о венозных проблемах говорить начните принимать матриксы кардиом и матрикс коронар и вы все сами это увидите что у вас вечером меньше будет уставать ноги будет меньше отечности постозности на ногах вот это нам надо все готовить в программе нормализации веса сердце сосуды улучшать правовращение печень и вот эти все вещи поэтому реликтум ангел с советом и сердце с сосудами вы там просто посмотрите что вам больше нужно если больше нужны сосуды и сердце значит сосуды и сердце но реликтум всегда должен быть сам он вот всегда это детокс да сколько три раза в день лор но опять же это все та же женщина спрашивает но не менее трех раз во всяком случае чем отличать опять Татьяна Золотолусь чем отличается от каких добавок объясните пожалуйста у нас вообще добавок нету у нас энергоинформационный продукт там нет никаких добавок но только если реликтум селена селена можете разводить в воде можете так как хотите как вам нравится но можно также развести добавить его в матриц ангел добавьте его в бутылочку из-под матрица ангела пожалуйста идите ой матрица ангела в бутылочку добавляйте добавьте туда и селена тоже хорошо будет ничего страшного чем отличаются капли от капель сада энергоинформационный продукт энергоинформационный там записана информация о сердце и о сосудах в саде находится био там находятся представлены определенные регуляторные белки из определенных внутренних органов из сердца находится регуляторный белок у нас записана информация о сердце эмбриональном и поэтому когда мы с вами принимаем наш продукт то у нас идет информация поступает в право желудочек где находится нейроиммунно-эндокринная система и в результате этого сердца дает команду кочкам и кочки регулирует водно-эндокринный баланс нашего организма то есть сердце это это недавно открыто совершенно потому что 10-10 лет назад любой орган вашего организма является нейроиммуно-эндокринным органом поэтому сердце не просто кровь перекачивает у нас а у нас сердце также является нейроэндокринным органом и отмечает заводный электролитный баланс то есть ваше давление не от все только зависит от сердца то же самое поэтому это совершенно давление данные все ну и конечно это разные совершенно вещи у нас великий муникак с аля там тоже ничего нет там энергоинформационная матрица здоровой ткани матриц деполис это кожа здоровая ангел это вот у нас вытушка из лисеницы даурской амар прислор это у нас тоже информационный продукт а вот сердце и сосуды это эмбриональная информация с эмбриональных тканей потому что сердце после нашего рождения кардиоциты не у нас количество кардиоцитов не прибавляет из сердца они вот как вы родились там с определенным количеством кардиоцитов они у вас просто в объеме увеличивается сердце у вас всего ну растает скула понимаете был кулачок маленький стал кулачок большой и все то есть сердце это не тот орган в котором кардиоциты прибавляется с возрастом так же как и мозг сколько сколько заложено нейронов мозга сколько они будет больше не будет с возрастом только меньше вот ну вот такая особенность если у нас поэтому это совершенно другой уровень и главные капли наши матексивизум там соблют 10 капель а здесь одни капли в которых тоже записана матрица от нормального глаза и здесь совершенно другой принцип работы с нашим с нашим продуктом у вас поступает в организм энергия это восстанавливается ваше электромагнитное поле и информация информация здоровым там припал уже здоровые роговицы здоровый кусталик и так далее и когда вы закапываете это все то ваш глаз ну как можно сказать любой внутренний орган ваш глаз сам находит проблему и сам не решает клетку глаза и не любит понимаете поэтому эффект предположим по восстановлению остроты зрения цветовой гаммы он может уступить через несколько минут у некоторых через несколько часов то есть у кого проблема с сетчаткой со зрительным нервом это просто от 3 до 6 месяцев все равно так же как и в салу надо капать потому что это центральное зрение при заболевании желудочно-кишечного тракта но их так много заболеваний желудочно-кишечного тракта но значит что хорошо конечно реликтум потому что он восстанавливает печень он восстанавливает все слизистые он восстанавливает пункт микрофлоры кишечника то есть матриц реликтум воздействует на весь желудочно-кишечный так в целом потому что желудочно-кишечный тракт у нас только Трубка пищеварительная трубка, это пищевод, прямой пищевой заканчивается 7-8 метров. Поэтому на всем этом протяжении он больше всего нужен токсинами, потому что вся пища попадает в него и так далее. Поэтому, конечно, релифтом. И с салитом. С салитом обязательно, опять же, начинать с небольших доз, потому что он будет находить проблему и будет ее решать. Поэтому вот, пожалуйста, эти два препарата, а если человек переболел гепатитом или есть жировой гепатит, ни у кого его нет, вот, если вы живете в неблагоприятном регионе или питается, человек неправильно там долгое время питался, я просто не знаю, о чем идет речь. Там есть и болезни печени, и желчного пузыря, о чем идет речь ЖКТ, это же огромная область. Вот. То еще, конечно, подсоединяйте ангел, как я вам говорила, по 10-15 капель на 200-300 миллилитров воды и под язычок в течение дня выпивайте. Вот. Язлолуковица 12-перстной кишки. Вот все и принимайте. То, что я сказала. Матриц релифтом будет восстанавливать слизистую, салитом будет находить проблемы, чтобы там тоже, там при язвене болезни 12-перстной кишки, там самое главное, чтобы стынос не образовывался. Вот. Поэтому это слизистую и ангел тоже самое будет восстанавливать слизистую. Вот эти все три препарата, они будут вам великолепно восстанавливать слизистую и желудка. Ну, вообще, и слизистую и желудка, и 19-перстной кишки. Потому что обычно там проблема с повышенной кислотностью желудки. Летоксами всякими. Поэтому здесь еще и печенью надо заниматься. И как раз вот эти вот все три препарата очень хорошо поможет. Помогут, потому что как раз осенью все все обостряется. Ну, давайте еще вопросы есть. Так. Ну, если вопросов нет, то тогда мы с вами расстаемся до пятницы, тоже до 6 часов. И уже я вам, да, очень хочется всем помочь, чтобы вы не болели, не старели. Знаете, как говорят, нет болезни. Есть одна программа, программа старения. Да. Вот. Поэтому отложенное старение сделаем, и народ перестанет болеть. Я в это верю. Ну, всех жду вас в пятницу. Вот. И мы с вами продолжим это. Вот. Потому что все-таки, мне кажется, это настолько оригинально. И люди уже устали от этих диет. Вот. Мне хочется просто, чтобы в нашей компании на все был новый взгляд. Потому что такая интересная продукция, знаете, не хочется, чтобы на новую, ну, такую, знаете, все-таки это, если считать клетку компьютером биологическим, которые обучаемые, которые обучаемые и выполняют тысячу функций, в нашем организме миллионы просто, я даже не знаю, сколько. Вот. И хочется, чтобы наша продукция по-другому и подавалась. Вот это вот самое главное. По-другому. Чтобы люди... Это тяжело, конечно. Можно по накатанной дорожке все говорить. Но хочется свое. Вот. Я вам всем тоже желаю готовиться, потому что все будет свое. Все свое. Ладно. Ну, спасибо вам большое. Вот. До пятницы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok